пришла на кухню взяла взяла вас с собой хочу вам показать рыбку воскресенье были на рынке я очень люблю зима потому что привозят рыбу какой-то в общем улов там щуки окуни караси карпы и так далее там подобное в общем я взяла селедку вот так вот она выглядит и одного линия ну линия у меня лежит в морозилке селедка ну знаете я конечно вам сейчас для многих америку не открою но я всего несколько лет тому назад узнала что селедка это не соленая рыба ну то есть в нашем понимании селедка это просто соленая рыба селедка на самом деле это название обычной рыбы ее можно как заморозить так и посолить в обычном понимании селедка у нас соленая да но есть свежемороженое которую можно порезать и очень даже вкусно приготовить но я думаю все вы знаете селедка конечно здесь много косточек с этим не поспоришь но она очень жирный очень вкусный вот любители жирный вкусный у нее прям такой насыщенный вкус даже если сравнить по насыщенности например мента и селедку ну конечно это разные рыбы но тем не менее в селедке очень ярко выраженный вкус и сейчас хочу вот эту приправу я вам показывала прошлом влоге это перец лимонный перец черный молотый лук репчатый сушеный молотый чеснок сушеный молотый соль сахар а цедра лимона дробленая куркума и лимонка и здесь ниже написано что вот эту приправу рекомендуют готовить с рыбы жареный с отварной а также можно использовать к соусам к бульонам к супам из морепродуктов то есть видите из-за того что здесь перец кислинка это все-таки больше для рыбы но так что так ну так же можно и с мясом попробовать пофантазировать ну все сейчас я ее порежу почищу и покажу так рыбку я разделала распотрошила и у меня там был сюрприз это икра я очень люблю икру и молоко я всегда все ем и если я вижу отдельно чтобы продавалась икра от селедки например то я ее покупаю просто посолила порезала посолила со всех сторон и добавила вот такой приправы добавила немного потому как здесь все таки очень много перца а сразу бьет в ног в нос перец и лимон вот действительно это здесь точно есть но в общем посмотрим приготовлю на самом деле я когда рыбу готовлю я мало добавляю специи я не люблю перебивать вкус рыбы поскольку являюсь поклонницей практически всей рыбы в любом ее виде я знаете я даже могу вареную рыбу есть без проблем поэтому я стараюсь не экспериментировать со специями но я купила новую и тем более это к рыбе поэтому ну я не могу не попробовать и не оставить вам свой отзыв свое мнение на вот этот вот перец лимонный но все сейчас я ее уберу в микроволновку потому как у меня кошка которая постоянно все чует и крадет она у меня постоит промаринуется ну не кошка а селедка то я в таком контексте вам говорю где-то наверное минут 40 пускай постоит все потом я ее буду жарить с двух сторон обмакаю в муке скорее всего и буду просто поджаривать с двух сторон получится уверенно что вкусный в общем-то и без специи она хороша жарится наша селедка муки обваляла как я говорила икру я уже попробую очень вкусная муквити косточки прям прям торчат вот они так что косточек конечно довольно таки много но рыба безумно вкусная приятного нам аппетита сейчас будет кушать пюрешку фрута няня и хочу показать вам вот что конечно фрута няню там агушу всяким и покупали неоднократно дело не в этом я вот сейчас сорвала этикетку так получилось и в общем обнаружила что в баночке вот то есть мы ничего не трогали мы ничего не ели вот до плечиков вот мне интересно всегда ли так наливают просто дело в том что наверное не замечаешь потому что когда кормишь либо переливаешь в тарелку пюре до когда кормила либо этикетка не срывается может быть действительно значение как-то мы этому не придаем но налито здесь вот до плечиков вот этой вот баночки так что не знаю это косяк производства или действительно у них вот так вот до плечиков идет даже любопытно стало ни в коем случае не обвиняю их а может быть действительно они так и наливают ну вот такой вот небольшое открытие вот до сих пор у нас отличная новость купили нам сосну просили кольного папу он в городе каждый день дело в том что у нас вообще нету сосен в общем все мне уже надоело я не буду терпеть до последнего дня поэтому пока еще не торопливо понедельник вы знаете в прошлом ну она выше меня определенно она около двух метров то есть ну понятное дело что это сосны елки дорогие очень калюнь подожди там мы в общем ведро положили все это я буду украшать чтобы ничего не было видно единственное что ну это сосна да вот такие вот у нее стебли но в целом издалека калюнь отойди зай в целом издалека смотрится посмотрите очень даже хорошо приятно но это она в таком состоянии симпатично когда украсить будет вообще красиво поэтому завтра послезавтра начнем нет какой послезавтра завтра и вот калюнька сам повесил ему нравится вот эта вот игрушка которую мы последний раз покупали колючая конечно с шишкой лошадка с шишкой вот такая вот красота так что мы довольны праздник нам приходит праздник нам приходит праздник нам приходит праздник нам приходит праздник на Всем большой привет, у нас 8 часов утра, встали пораньше, надо сходить в больницу, и наконец-таки я составляю на меню, наверное, в этом же влоге я вам покажу, пойдем в магнит за продукты, но, конечно, в один заход я не смогу все купить, потому как продуктов немало, и, знаете, много овощей весовых, которые, извините, тоже очень тяжелые, поэтому придется в два примерно захода, сегодня-завтра, потому что уже вторник, надо побыстрее все покупать, так как еще дел хватает дома, мы сегодня будем с коленкой украшать сосну, на улице не знаю, как погода, еще темно, но я думаю морозик, так что одела кофту, которую покупала в секонд-хенде, вот так вот она смотрится, ее можно и подвернуть, и вот так оставить, она по-разному, вы знаете, кстати, во-первых, ее нужно стирать вручную, здесь смесь с шерсти, по-моему, с акрилом, если я не ошибаюсь, ну, в общем, ее только вручную стирать, и она такая теплая, вы себе представить не можете, мы как-то в город ездили, на площадку, и вот я куртку сняла и сидела, мне прям жарко было в этой кофчике, хотя, казалось бы, она и, в общем-то, и не сильно плотно она связана, и дырочки имеются, но, тем не менее, в ней очень жарко, поэтому вот прям на зиму здорово, и то, что здесь горла нет, меня совсем не смущает, для этого существуют шарфики. Ну, все, сейчас пойдем попьем чайку, ну, составила я, наконец-таки, новогоднее меню, сейчас быстренько расскажу вам, у меня будет два салата, две закуски, гарнир, курица в качестве горячего, потом имбирное печенье и торт. Никакой нарезки я делать не буду, потому что, в общем-то, и так всего много, смысла нет. Ну вот, и давайте, значит, расскажу вам. Первый салат у меня будет сельдь под шубой. Я не люблю классические салаты готовить на праздники, потому что сельдь, оливье, крабовый салат я могу приготовить в любой день, не обязательно дожидаться праздника. Но я вам рассказывала во влоге, поскольку у меня есть две скумбрии соленые, мне нужно их в ближайшее время, так сказать, ликвидировать, потому что они у меня лежат в морозилке. Вот, и поэтому я решила приготовить, получается, скумбрию под шубой. Я просто расписываю продукты и потом уже составляю список, что мне нужно конкретно купить, вот когда иду в магазин. Так, первый салат. Второй салат. Я хотела приготовить салат с креветками, но эту затею я оставила. Почему? Потому что креветки у нас продаются только в упаковках. Я помню, у нас здесь раньше в обычном магазине продавали развесные креветки, в магните продавали развесные креветки. Нету. Продают целыми пачками и продают королевские креветки, а королевские креветки стоят 700 рублей за килограмм. И там как раз пачки килограмм. Ну, то есть, не вижу смысла развесных креветок у нас, к сожалению, я не найду. Ну, может быть, где-то есть, но, знаете, уже вторник, поэтому особо нет у меня времени ходить выбирать. Поэтому этот салат с креветками я заменяю на свой один из самых-самых любимых салатов. Салат королевский. Готовится очень просто. Простые ингредиенты. Но, вы знаете, все, кто не пробовал, все просто влюблялись в этот салат и просили рецепт. И были очень удивлены даже те люди, которые не любят печень куриную, потому что это такой продукт, который любят далеко не все. Скажем так, то есть, грибы, например, да, любят большинство, а что касаемо печени, не так. Значит, салат королевский так и называется. Нужна печень куриная, шампиньоны, яйца, лук, морковь. Ну, если в двух словах, если вам будет лень лазить по моим плейлистам и искать этот салатик, я вам расскажу. Печень куриную мы промываем, от пленочки освобождаем. Затем мы ее отвариваем. Отварную мы печень нарезаем, как угодно. Хотите соломкой, хотите кубиком. Шампиньоны мы режем, жарим. Лук с морковкой мы жарим, пережариваем. Яйца отвариваем, все это вместе соединяем и заправляем майонезом. Все. И вы знаете, там, в принципе, даже зелень не нужна. Он настолько вкусный получается и очень даже сытный. Поэтому я решила второй салатик сделать таким. На гарнир у меня будет картофель, запеченный по-деревенски. Это картофель с различными специями. Я по-разному, по различным рецептам готовила. Но вот этот рецепт, по которому я делала на Колин, день рождения картофель, просто бомбезный. Я не знаю, картошка естся просто так. Не нужно вообще к ней ничего. Настолько она вкусная. Даже соус не нужен. В общем, картофель режется дольками. В какую-то отдельную миску я складываю у меня вот из фикс-прайса с крышкой, чтобы было, чтобы возможно было картофель потрясти. Либо в пакет. Значит, масло подсолнечное добавляем. Ну, это все на глазок. Из специй чеснок, орегано, куркума, черный перец, паприка, карри, хмели, сунели. Причем чеснок здесь можно взять как сушеный, так и пропущенный через чеснокодавку. Мне больше нравятся пропущенные. Как-то, конечно, больше. Вот эти вот все специи. Все это потряхивается. Картошка настаивается. И потом на противень нужно застелить пергаментную бумагу и выложить наш картофель дольками в ряды, так, чтобы картофель между собой не соприкасался. То есть не надо все вываливать, а прям каждую долечку отдельно. Очень вкусно получается. Потрясающе. Курица. Курица запеченная. Я не стала писать ингредиенты, потому что для соуса у меня все есть. Я еще не решила. Или это будет горчично-соевый маринад мой. Один из самых любимых маринадов. Рецепт я не помню, есть нету. Ну, вроде когда-то я вам рассказывала. Либо медово-соевый маринад, либо просто медовый маринад. Я в последнее время очень-очень люблю с медом курицу. Прям это просто нечто. То есть просто у меня в маринаде постоит, и потом я либо пожарю, либо запеку. Ну, скорее всего, второй вариант. Так, теперь переходим мы к закускам. На закуску у меня будет луковый пирог. Я говорила, что нашла на одном канале. Мне очень понравился рецепт. У меня здесь вот исправлено, потому как ингредиентов я беру в два раза меньше, чем по рецепту. Ну, там довольно внушительных размеров получается пирог. Все-таки на большую семью. А у нас семья из двух человек. Значит, тесто у нас будет состоять маргарин, мука, сметана, уксус, сода. Это получается у нас песочное тесто, которое мы отправляем в холодильник. Начинка. Лук три головки, таких нормальных размеров, нарезать тонкими полукольцами и жарить. Затем добавить плавленые сырки, которые будут у нас на терке, на тертые. Пока, когда это все остынет, два яичка потом, то есть немножечко взбить, вилочка, и добавить к этой смеси. И получается начинка. Далее достаем тесто из холодильника, отрезаем одну треть, две трети мы раскатываем, помещаем в нашу форму, распределяем тесто, выкладываем начинку сверху и накрываем одной трети теста, которое мы отрезали. То есть получается верхушечка, которой мы закроем наш пирог. Ну и, собственно, все выпекает. Ну, я просто вам рассказываю, почему. Потому что здесь ничего не понятно. Писала я для себя, и свои каракули поймешь, понятное дело. Вы-то мои каракули навряд ли поймете. Так, следующее. Это будут у меня тарталетки с салатом. Тарталетки уже куплены. Салат будет состоять из куриного филе, ананаса, яйца и майонеза. Возможно, ананас я заменю яблоком, либо персиком. И, возможно, я еще в этот салат добавлю сыр. То есть все, это у нас как бы будет салатик. Выкладываю на тарталетки, съедается нура, очень вкусно. И вообще, если вы готовите с тарталетками закуски, очень-очень много можно придумать разнообразных закусок. И самое главное, что это всегда красиво и всегда вкусно. Так, ну и выпечка. Переходим к выпечке. Это у меня имбирное печенье будет. Здесь все просто. Все специи у меня есть. И торт кисельные берега. Значит, торт очень интересный. Тесто у нас будет состоять из кисель, яйцо, разрыхлитель и мука. Заметьте, мука 3 столовых ложки. То есть основа это будет у нас кисель. Кисель. Вы можете купить либо в брикетиках, либо сухая смесь. Ну, вот именно 250 граммов. Все это перемешивается. И получается у нас тесто, которое выливается в форму, запекается. А тем временем готовится крем. Берем сметану 500 грамм, сахарную пудру. Все это взбиваем. Я еще написала загуститель, потому что ту сметану развесную, которую очень-очень люблю я, она, к сожалению, загустевает очень плохо. И поэтому нужен загуститель. Грецкие орехи, то есть это по желанию. Сверху можно, ну, то есть подробить и украсить грецким орехом. Но вообще можно взять все, что угодно. Хоть шоколад, хоть печенье какое-то песочное растереть. Там тот же самый крекер. Можно любые другие орешки. Можно ягодки. В общем, все, что угодно. Все. Как я говорила, нарезки у меня никакой не будет. Единственное, что может быть, я еще куплю огурчик с помидорчиком. Ну вот, чисто овощную тарелку. Потому что мяса не хочу. Мяса будет предостаточно. Все будет сытное, вкусное. Так, и что еще? Еще детское шампанское мы уже купили. Мандаринки купим. Ну, в общем-то, наверное, и вот такой вот у нас будет стол. Так что, вот так, мои хорошие. Теперь осталось еще пару раз ходить в магазин, и будет все куплено. Почему пару раз? Потому что тяжелое носить нельзя. И вот мне, например, нужно покупать все овощи. То есть свекла, картошка, морковь, а потом чеснок. Мне надо будет купить лук. А это все на несколько килограмм выйдет. Потому что картофель я сразу большой пакет беру, чтобы потом в магазин не ходить. Ну, в общем, как-то так. Так, поэтому салат с креветками очень плохо, что не получится приготовить. Ну, ладно, с другой стороны, зато будет мой любимый салат королевский. Всем большой привет! Делаю домашние дела, пью кофеек. Кстати, кофе, который я вам, наверное, в этом влоге покажу, вот такой. Он, по-моему, 70 рублей. Я не знаю, мне кажется, это дешево для кофе. Для 95 грамм. Ну, в общем, я попробовала кофе ничего, но пью я с сахаром и со сливками. То есть я не знаю, какой он будет, если просто его пить с сахаром. Но со сливками очень даже неплохой. Вот такой какой-то неизвестный кофе. Написано, что он ароматизированный, но я ничего, кроме запаха кофе, не ощущаю. Вот так вот это все дело у меня выглядит. Сейчас подогрею тем временем. К новогоднему, к новому году я составляла список дел. То есть то, что мне нужно завершить, закончить, сделать до нового года. И, в общем, в этот список входила разморозка холодильника. А холодильник внутри я мыла буквально месяц тому назад. Поэтому не буду зацикливаться. Просто я вынесла на балкон. Я здесь единственное, что немножко приберусь и протру сами полочки. Потому как холодильник я мыла. Вот. И достала все свои полки. Получается, у меня три полки. Видите, прям корка уже. Уже надо было месяца два тому назад размораживать. Но что-то как-то никак. И здесь уже большая корка. В общем, все. Пускай размораживается. Пускай размораживается.